Но между тем в России начался третий этап амнистии капитала. Предыдущие кампании по возвращению выведенных из России денежных средств закончились полным провалом. Нынешняя амнистия имеет два ключевых момента. Нельзя, как раньше, ликвидировать контролируемую иностранную кампанию без уплаты налога с полученного дохода. Кроме того, и это принципиальный момент, необходимо не просто задекларировать иностранные активы и счета, но и перевести деньги в Россию. А иностранную кампанию либо ликвидировать, либо перерегистрировать в одном из российских офшоров в Калининграде или Владивостоке. Олигархов, которые за последние 30 лет вывели из страны около триллиона долларов, за это государство освобождает от уплаты НДФЛ с доходов от их иностранных компаний в течение года. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся. Мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой. Кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо.